Могилё урыхтуется до важной подеи. 12 мая у городе отбудется посаджение Совета Министров Союзной Державы. Уделываем возьмут с проставнейшей делегацией начале с керавниками у Рады Беларуси и России Андреем Кобяковым и Дмитрием Медведевым. За ходом подрыхтовки до Союзного саммита назирали и наши корреспонденты. На первые дни мероприемства на улице города у знаковых местах вывешиваются флаги Республики Беларусь и Российской Федерации. Саммит мая некольких отметных деталей. По-перше, место его проведения – будинок былой городской управы. Тут же будет працавать экспозиция «Могилёв – военная столица Российской империи» 1915-1917 годы. А перед проведением мероприемства у конференц-зале городской ратуши с початку в узким, а потом и в паширным складе, отбудется сустреча премьер-министру Беларуси и России Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева. Символично, что посаджение Саумина пройдя у будинку на площадке с краязнавчим музеем, где у початку 20-го стагодзя находилась ставка верховного головнокомандующего российской армии. Осветлять мероприемства будут 94 акредитованных представников СМИ. У «Хрустальной зале» для их организуют пресс-центр, где будет веситься промая трансляция посаджения. У бриллиантовой зале запланованный подыход до прессы керавников у Рады Беларуси и России. И, как поведомляя пресс-службы Союзной державы, на парадку дня посаджения 28 пытанев. Плануется подвести выники деятельности Союзной державы заперед с минулого Саумина. А першим с устроенной российскую делегацию – Могилевский аэропорт, який сегодня сдольный примать самолеты первого класса у взлетной массы 200 тонн. Аэропорт полностью готов для приема самолетов Российской Федерации. Это премьер Российской Федерации самолет будет, плюс резервный самолет и парламентарии прилетят. Ожидается четыре больших самолета. Два будет аэробуса А319 и два самолета Ту-214. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова